Школа по дороге Мальчик мучительно размышлял, а когда наконец что-то придумал, то просто забросал щенка опавшими листьями. Сначала он подгребал их ногами, но листья прилипали к кроссовкам, и тогда он подключил руки. Над щенком возвысилась рыхлая башня, и теперь уже никто не сможет его услышать. Довольный, Игорь спешил домой, больше уже не отвлекаясь ни на камешки, ни на луже. Мама встретила его ворчанием. Ну вот, опять ты весь грязный. Мам, а ты помнишь, что я в Новый год выиграл в домашнюю лотерее одно желание? Вы тогда с папой сказали, что выполните любое, которое исполнимое. Ну так вот, я его придумал. Мама ощупала взглядом сына. Ты снова кого-то приволок? Я же сказала. Нет, кого бы ты не принёс, тащи обратно. Это желание не работает. А вот и не угадала. Я никого не принёс. Значит, твой отказ не считается. Я его спрятал. Женщина сосредоточенно разгребала кучу листьев. Совсем уже ослабивший щенок почти не шевелился. Ох, так он же совсем малютка. Мама стала согревать его своим дыханием. Рядом стоял улыбающийся Игорь. Он был доволен. Его желание наконец-то исполнилось. Ты зачем его закопал? Надо было сразу домой нести. Сын замотал головой. Тогда бы ты сразу отказала. И всё. Знаю. Приносил уже. А теперь ты от него не откажешься. Пошли быстрее домой. Мать, ругаясь на сына, на себя, на щенка, тем не менее отреагировала. И положив щенка между ладоней, осторожно понесла домой. И ведь было абсолютно понятно, что это ей теперь не спать ночами, вытирать лужицы и подбирать кучки. Но ставить на улицу малюсенькое дитё, после того, как его закопали, она не смогла. Игорь скакал рядом. Его план сработал. Щенку в листьях было теплее. Задохнуться там невозможно. Только так можно было заставить маму уступить его долгим просьбам и завести собаку. Как здорово, что папа на Новый год придумал игру в лотерею и выигранное желание наконец-то сработало. Дорогие друзья, если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк, а также подписаться на наш канал, где найдёте ещё много интересного. И не забудьте нажать на колокольчик.